Друзья, всем привет! Меня зовут Елена и вы находитесь на канале Читоки. И все, кто меня раньше не видел и кто со мной не знаком, добро пожаловать! А сегодня мы с вами снимаем новое парфюмерное видео. И я как бы планировала немножко другое поснимать в ближайшее время. Но как только в прошлом видео сказала, что планирую снять видео об ароматах новой зари, сразу поступили запросы о том, что вы ждете ароматы именно по поводу новой зари. Хотя я видела у многих блогеров, сейчас это очень актуально, выходит много видео по данному вопросу. И в принципе есть более, наверное, блогеры с большей коллекцией, у которых есть больше ароматов вам показать. Но тем не менее, я за все время насобирала тоже небольшое количество флакончиков. Конечно же, я вам о них сейчас расскажу. Может быть вас что-то заинтересует, может быть мой рассказ вам покажется каким-то полезным. Ну, в общем, поехали. Я, кстати, еще жду один заказ с несколькими ароматами новой зари. Поэтому, когда он приедет, с удовольствием с вами поделюсь своим мнением. А я выстроила такой для себя пока хронометраж по поводу тех ароматов, которые, скажем так, от самых-самых-самых не понравившихся, до самых таких топовых, которые я ношу с удовольствием и вам бы рекомендовала. И начну я, пожалуй, с первого аромата, который не знаю, что сподвигло вообще меня купить. В принципе, для меня это до сих пор загадка. И это вот такой вот аромат, наверное, многие с ним знакомы. Это ландыш серебристый. У меня он без крышечки, у меня он уже вот такого непонятного цвета. Я читала и слышала, что у многих так случается, у многих он становится такого цвета. В общем, я вначале была удивлена, а потом, в принципе, чему удивляться? Не знаю, новая заря в последнее время ведет себя вообще очень-очень странно. Ароматы имеют свойство меняться, как-то преобразовываться иногда в лучшую сторону, иногда в худшую сторону. И что самое печальное, вот я почитала у вас в комментариях, что действительно, согласна со многими, кто говорит, очень мало у них ароматов, которые настолько универсальные и носибельные, которые вот можно было бы купить и сразу начать носить. Им либо нужно отстояться, либо нужно время, либо нужно то, либо это, либо какие-то погодные условия и так далее. То есть ароматы действительно очень прихотливые и зависимые от погодных условий и так далее. И на самом деле подходят не каждому. Поэтому, к сожалению, из моих тут, наверное, около десятка ароматов, которые есть у меня в коллекции, ношу я буквально три, я думаю, три, но максимум четыре. И вот, значит, этот парфюм, этот ландыш серебристый, это первый аромат, который я приобрела. Приобрела в магазине, я не знаю почему, затестила и вроде как мне понравилось. Мне понравилось, как он звучал в мороз, тем более начиталось об этих сравнениях с Диориссимо и так далее. И, в общем, я его купила, попользовалась я им от силы один раз. В дальнейшем я его разбрызгивала в шкаф и в ванной комнате. Потом мне стало даже противно там это использовать его. Зачем я его оставила? Одна из маминых подруг, когда узнала, что я его распыляю в ванной комнате, сказала, господи, я еще там со времен Советского Союза хочу снова купить себе этот аромат. Если тебе не жалко, привези мне, пожалуйста. И вот я держу эти полфлакончика, которые остались после всех моих издевательств, для того, чтобы просто увезти его и подарить. Если человеку нравится, если человек ищет, почему бы и нет? А, собственно, что мне в нем не нравится? Ну, во-первых, кроме того, что ландыш, естественно, здесь есть ландыш. Вот. Я небольшой фанат ландыша. Почему я его купила? Ну, наверное, вот в начале, когда аромат был свеженький, такой свежекупленный, мне он выдавал не сразу вот эти вот ландышево-химозные ноты. Поначалу мне казалось, что он пахнет где-то грушей, где-то там сливкой, где-то что-то я слышала древесное. Сейчас он у меня скатился в такой моноаромат горького, кислого, не знаю, ландыша, абсолютно химозного и для меня абсолютно неносибельного. Поэтому, не знаю, кому его можно посоветовать, кроме как для распыления где-нибудь в шкафу с одеждой, я применения ему не вижу, и то даже уже сейчас не распыляю. Кстати, он даже оставляет пятна. Один раз я умудрилась набрызгать на постельное белье светло, и слава богу, что пятна отстирались после стирки, а так пятна действительно остались. И следующий аромат тоже, который я абсолютно не могу носить, купила я его в остаточке, абсолютно не пожалела, что купила в остатке. Это Кузнецкий мост. Ну, я в принципе что показываю, это абсолютно всем знакомые кирпичики, да. Я его купила примерно вот в таком же остатке, потому что пользовалась я им от силы, может быть, два раза, потому что для меня это тоже абсолютно неносибельно. Прочитаю вам сейчас пирамиду, для тех, кто не знает. Это аромат, который принадлежит группе ароматов цветочные. Верхние ноты бергамот, апельсин, ноты сердца, ирис, иланг-иланг, кориандр, иландыш, и ноты базы, дубовый мох, амбара и лист табака. На самом деле, ну, стоит ли говорить, что все ароматы новой зыри, ну, я думаю, 90% из них, они все-таки в таком ретро-ключе. Наверное, мало из них ароматов современных, ну, может быть, разве что копии, которые сейчас вот аналоги делаются, да, под современные ароматы, типа там под Олимпию и так далее. В основном ароматы, которые выпускает сама новая зыря и выпускает много лет, это все-таки такие ретро-тяжелые шипрово-цветочные ароматы, альдегидные и так далее. Ну, в общем, это абсолютно не та сфера, где я себя вижу, абсолютно не те ароматы, которые мне нравятся. Что привлекает меня в данном аромате? Я чувствую здесь какую-то смолистость, я чувствую здесь даже немного медовость. Вот если сильно-сильно принюхаться, это какая-то цветочно-полевая, что ли, как сказать, сладость, вот такая тычинковая, то есть как будто нос прям уткнули в цветы, и вот оно пахнет. Что меня смущает? Меня смущает здесь кориандр. Также меня смущает здесь какое-то вот сухое разнотравие, которое я чувствую, от которого я никуда не могу уйти. Вот у меня он, я только что заметила, немножко подтекает, и вот у меня уже все руки в нем. И я чувствую, я от этого аромата не избавлюсь теперь очень долго, потому что он мне немножко разлился на руки. Нужно аккуратно не трясти этим флакончиком. Не знаю, куда его использовать, он еще и как-то течет. Ну, в общем-то, вот это вот какая-то травянистая, кориандровая, что ли, горькость, и плюс вот этот ретро-налет дают мне, конечно же, впечатление с каким-то ассоциацией, не то что старый бабушкин шкаф, а в принципе, вот знаете, квартира советского человека, как это объяснить, я не знаю, но это не обязательно пахло так у бабушек. Мне напоминает аромат каких-то залежалых вещей, старых газет, не знаю, вот чего-то такого долго пролежавшего, хотя аромат как бы свежий, но я имею в виду он не старый, не прогорклый и так далее, вот. Но ассоциации создает именно такие, поэтому носить его не хочу и вот с рук как бы смыть теперь, не знаю. Следующий аромат, да простят меня все ценители и любители, но аромат, который я опять же не могу носить и который я не очень сильно люблю, это знаменитая Красная Москва. Аромат, как там все бабушек и так далее, как его только не называют и не обзывают. Купила я его исключительно в познавательных целях и будучи на экскурсии в Москве, я просто зашла в бутик тогда Новой Зари и я тогда еще не увлекалась особо парфюмерией, я просто хотела что-то такое на память, вот. И купила такой маленький флакончик, сейчас уже он у меня стоит, наверное, года три, может быть, четыре. Я иногда засовываю так свой нос, чтобы с одной стороны насладиться, потому что, ну, чем-то он мне нравится, конечно, но с другой стороны, я понимаю, что это аромат для меня, аромат музей просто, то есть это открыл, понюхал и закрыл. Я его не представляю на себе, я не представляю, как его можно носить, даже если человек вот его сам носит и он нравится. Я не знаю, какой это может давать шлейф, ну, кроме такого ретро-налета, для меня почему-то Красная Москва еще ассоциируется с мужчинами, я не знаю почему, то есть для меня это какой-то не абсолютно женский аромат, а чем-то еще как-то вот попахивает мужским одеколоном. Я для себя, как бы, такой вывод сделала, что, наверное, меня смущает в последнее время в ароматах нота кориандра, потому что я ее отчетливо слышу, мне это не очень сильно нравится. Ну, в общем-то, Красная Москва заслуживает уважения как шедевр и заслуживает того, чтобы ей восхищались и погружали там, не знаю, носы, но так она и будет, наверное, стоять, настаиваться, вряд ли я когда-то буду ее наносить на себя и вряд ли буду даже как-то там на вещи и так далее, потому что, в принципе, тот шлейф и остаточный, а вот базовый аромат Красной Москвы, его не спутаешь ни с чем, и, к сожалению, ассоциации с детства не деть никуда, я думаю, большинство людей, поэтому ей не пользуются не из-за того, что аромат плохой, а из-за того, что эти ассоциации просто не выгнать, и они въелись нам в памяти, поэтому Красная Москва, наверное, ушла с таким прошлым, у некоторых ассоциируется, наверное, с не очень хорошим, у некоторых с хорошим прошлым, но, тем не менее, в любом случае это прошлое, это аромат, который все ассоциируют в прошлом, поэтому, не знаю, я бы не стала его на себя надевать, не хочу я пахнуть, как, да, там, избытки прошлого, как там пережитки прошлого и так далее, хотя аромат достойный, опять же, повторюсь, иногда просто понюхать, мне очень нравится. Следующий аромат по шкале, который я не особо еще пока поняла, я вам показывала его в последнем видео, это время женщины, вот такой флакончик, красивый, милый, никаких нареканий в сторону флакона, но аромат я до сих пор так пока и не раскусила. Я много прочитала отзывов, ну где же эти вишневые косточки, эти вишневые варенья, этот миндаль, где эти пирожные, которые все слышат, и почему я здесь по-прежнему слышу сухую какую-то траву непонятного происхождения, пыль и так далее. Я не могу этого объяснить, я рассказывала об этом аромате в прошлом видео, я погналась за ним ради ноты миндаля, я хотела здесь вишню, миндаль, вишневую косточку, пирожное, все что угодно, но только не пыльную леснюю улицу и травы засохшие, которые я здесь ощущаю. Поэтому пока он все еще стоит и ждет своего часа, когда же он у меня все-таки настоится, отстоится и будет готов нормально быть использованным. И далее, следующий аромат, уже приближаемся все дальше и дальше к самым любимым. И следующий аромат это Тайна. Пожалуй, это единственный самый пряный аромат, который мне в принципе нравится. И это один из немногих ароматов как раз кориандром, который мне нравится. Опять же, здесь заявлено у нас и лист фиалки, роза пачули, кориандр, амбра и дубовый мох. Я чувствую этот кориандр очень сильно и отчетливо, но не так, как он убивает меня в остальных ароматах. В целом, это приятный восточно-цветочный направленности аромат. Я чувствую здесь и какие-то амбровые нотки, кориандр. Это все смягчается цветами и пачули. Он приятный, он запоминающийся, он тоже отдает таким ретро, но приятным. Для меня не ассоциирующийся с какой-то ветхостью, ветошью, старостью, старыми залежалыми вещами. Нет, это тот налет, который мне нравится и который я как бы готова носить, который я люблю и уважаю. Поэтому вот тайну, это первый, пожалуй, аромат новой зари, который бы я советовала к затесту. Следующий аромат, это тот, который я носила прошлой зимой. Носила достаточно активно. Это златоскифов. Здесь, как бы, все наоборот. Многие мои друзья меня уверяют и рассказывают мне о том, что как ты его носишь, оно пахнет старым. Вот хоть убейтесь, здесь я не чувствую никаких абсолютно древних старых ноток. Здесь у нас верхние ноты бергамот, зеленые ноты альдегиды, ноты сердца жасмин, ланг-ланг, красное яблоко, персик и гвоздика, амбра, лист пачули, ваниль, дубовый мох, сандаловое дерево. Очень приятный. Такой пудрово для меня, цветочно-фруктовый. Не ощущаю я здесь никаких ретро-ноток, не ощущаю я здесь никакой старости и так далее. Просто необычный, очень оригинальный и действительно стартующий вот каким-то яблоком, наверное, и и лангом аромат, который впоследствии переходит вот в такие более пряные ноты, приобретая аромат гвоздики, сандала. Ну, в целом мне очень нравится. Почему-то она мне немножко замыливается, иногда запудривается, скорее замыливается, но в целом я бы рекомендовала попробовать, особенно вот людям, которые вроде как и ищут что-то такое, немного ретро, но с другой стороны хотят что-то более, да, вот ретро с современной направленностью. Я бы это охарактеризовала так. И остались последние два, это мои два любимчика. Первый из которых это шалунья, очень он мне нравится, прям вот это для меня полноценный, современный, в духе современности хороший аромат. Это аромат для женщин принадлежит группе цветочной альдегидной, ландыш, альдегиды, роза, лотос, малина, белый кедр, ветивир и мускус. Хоть это и группа альдегидов, да, но тем не менее, я не знаю, почему, чем он меня так зацепил, но очень сильно мне нравится эта шалунья. Причем это у меня шалунья необычная, это шармант, которая эспе шармант, вот, вот именно, которая в крапинку, желтый флакон, в точечку, в крапинку, вот он мне нравится. на самом деле, это один из любимых, и цветы я чувствую, и розы я чувствую, и малину я чувствую, и ландыши, даже которые меня абсолютно не бесят, не такие, как в ландыше, серебристом, то есть, очень нежный, цветочный, весенний такой аромат, напоминает дуновение ветерка весеннего, с цветочным таким подтоном, очень красивая малинка, и в принципе, я же говорю, молодежный, современный и классный, я, ну не знаю, для меня, лично мое мнение, я бы посоветовала даже молодым девушкам, особенно на весну, я его носить буду однозначно, я его ношу, и наношу иногда даже на ночь, потому что мне нравится с ним засыпать. И последний аромат, о котором я рассказывала буквально недавно, тоже в прошлом видео, пока он покорил мое сердце больше всех, он мне безумно нравится, я его уже пару раз поносила, это Night Obsession, вот такая огромная бутыль, которой мне хватит теперь, я думаю, на годы, аромат, который, как по мне, так вообще не в духе абсолютно новой зари, он очень современный, он очень в духе нынешнего времени, он абсолютно нежный, приятный, цветочный, причем почему-то, вот, наверное, из-за того, что называется он Night Obsession, у меня как раз ассоциация идет какая-то, почему-то с фиалками, я не знаю, хотя, по-моему, фиалка там не заявлена, и почему-то у меня как раз ассоциация идет с какими-то вот ночными цветами, это как какой-то, не знаю, эликсир, какое-то такое зелье, я не знаю, именно вот ночное, что-то такое для соблазнения, для свиданий, для романтических встреч, вот он такой весь темно-синий, на пачечке нарисованы звездочки, то есть это именно такое колдовское ночное очарование, он мне нравится на сто процентов, я это поняла уже, и даже в прошлый раз я еще сказала, что как бы не уверена, но я поняла, что он мне нравится действительно на сто процентов, пока это фаворит из ароматов новой зари для меня вот это мания ночи на этап сэшн нравится очень сильно, и я абсолютно не пожалела, что в наличии не было 16 мл флакона, который я хотела вначале заказать, а заказала вот эту вот сотку, но она стоит копейки, она стоит до 400 рублей, но удовольствие я получаю на тысячи, реально, мне он очень нравится, он очень приятный, он неординарный, он выделяющийся, он классный просто, поэтому и для молодежи, и для женщин постарше, на любой случай можно носить, я думаю, днем вполне он пойдет, хотя, опять же повторюсь, для меня создает ассоциацию именно каких-то ночных романтических свиданий и так далее, поэтому фаворитом на первом месте пока оставлю вот этот аромат, я заказала себе еще три, по-моему, поэтому, как только они ко мне придут, я покажу их в распаковочке, а если вам было интересно, ставьте пальцы вверх, спасибо, что меня досмотрели, и всем приятных парфюмерных покупок, пока-пока!